Подробно, до конца, никто точно не знает, какие у меня были травмы, то есть это была не одна и та же травма, это были три разные вещи, которые вытекала одна из одной, как это было точно, наверное, я вот сейчас, ну, после чемпионата пройдет определенное время, летом, но я там, наверное, выпуск расскажу, чтобы уже стало там понятно, да. Если бы, наверное, у меня не было бы семьи, то я бы, не знаю, ну, с ума сошел до этого времени, потому что я там готовился, долго восстанавливался, вышел играть в плей-офф, когда был бабл в Эдмонтоне, и там случилось так-то, что что-то было неправильно сделано, я не мог играть физически, там, от каждого контакта, броска и борьбы у меня там вылетало плечо. То есть у меня были большие ожидания, опять же, да, там много времени проведено, но потом тоже следующий сезон начинался, опять же, там, получается, почти весь год пропустил, но поговорили с семьей, выбрали там определенных докторов, сделали, и, ну, главное же верить, то есть если веришь в успех, да, и у тебя поддержка близких людей есть, там, за что огромное спасибо, там, в первую очередь, там, жене, детям, то есть это очень здорово отвлекает, и, конечно, ну, я не буду врать, говорю, что все было легко, да, то есть тоже мысли всякие были, и кто восстанавливался после травмы, знают то, что это нелегкий процесс, и физически, и психологически, но там, слава богу, все хорошо, то есть там семья с России поддерживала меня, там, ну, близкие, там, жены близкие, мои близкие, и, скажем так, ты, наверное, понимаешь, когда ты играешь в хоккей, у тебя все хорошо, и мы выиграли кубок в девятнадцатом до году, там, и у тебя там столько много друзей, кто тебе пишет, и когда ты потом не играешь в хоккей, то ты, наверное, предельно четко понимаешь, кто действительно есть те самые настоящие люди, которые переживают за тебя, да, кто там пишет тебе только тогда, когда у тебя есть какой-то там успех. Привет, Владимир сегодня должен выйти в матче против Швейцарии на чемпионате мира. Правда, вчера он тренировался отдельно от основной группы. В первом звене были Слепышев, Воронков, Шалунов, во втором Толчинский, Корноухов, Барабанов. Ну и где здесь место для Владимира? Нападающий Кирилл Капризов завершил свой первый сезон в НХЛ. Сегодня ночью его команда уступила Вегасу. Расстраиваться не стоит, Миннесота и так прыгнула выше головы. А в КХЛ состоялся неожиданный обмен. Амур выменил у ЦСКА нападающего Андрея Лактионова. В клубе уверяют, что этот трансфер не похож на те знаменитые сделки, когда Хабаровск выполнял функции перевалочного клуба для Плотникова, Каблукова и Купова. На этот раз все честно. Планируется, что Андрей до конца следующего сезона будет выступать за дальневосточную команду. Но если забыть, что Лактионов довольно известный хоккеист, чемпион мира, участник матча звезд, а еще совсем недавно пытался уехать в Северную Америку, то вас ничего не должно удивлять. Последние два сезона для форварда были откровенно плохими. Причем резко сдал нападающий после своего лучшего чемпионата в карьере, когда в сезоне 18-19 набрал 43 очка за Ярославский клуб. Два следующих кода в металлургии ЦСКА выдались откровенно плохими. От прежнего Лактионова вообще ничего не осталось и даже непонятно, почему именно так произошло. Я помню, что Андрей очень долго старался вырваться из Ярославля, была даже небольшая забастовка за контракт, но Локомотив не хотел идти на уступки, обменивать права в другой клуб, а варианты СНХЛ оказались нерабочими. Но все разногласия были устранены и случился всплеск. А деградация началась после выхода Андрея на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне в ЦСКА Лактионова не было видно и понятно, что армейский клуб предпочел совершить обмен, так как это лишние 40 миллионов, а надо возвращать игроков из-за океана и подписывать ребят в статусе ОСА. На месте Хабаровской команды не стал бы сильно радоваться. Они получили именитого хоккеиста, который два сезона играл плохо. Определены номинанты в названии лучшего вратаря в КХЛ. В тройку вошли Тимур Белялов из Агбарса, Ларс Юханссон из ЦСКА и Эдвард Паскуали из Локомотива. Ну, победить должен Тимур. Нападающий Антон Назаревич, набравший в прошлом сезоне за Санкт-Петербургское Динамо в ВХЛ почти 40 очков, переходит в Московское Динамо. А Борис взял не пойми кого. Борис один из тех, кто началу лета остался не только без звезд первого уровня, но и без среднего звена. Оттуда забирают вообще всех, кто может стоять на коньках. И пока работа на рынке не впечатляет. Так, накануне контракт подписал шведский защитник Оли Альсинг. Кроме недоумения, этот трансфер вообще ничего не вызывает. Ради привлечения читателей в заголовках пишут, что Оли пришел из системы Оттавы. Так и Абрамов перешел в трактор из системы Оттавы, но даже этот переход выглядит сильней. Оли провел в Северной Америке совсем недолго. Принял участие в четырех матчах за сенаторов, а затем всего 11 игр в АХЛ. Больше смущает, что сезон он начал вообще в Австрии, выступая в каком-то непонятном турнире, а затем отправился за океан, когда там начался сезон. Всю свою карьеру до этого Альсинг провел в Швеции, ничем не выделяясь. Три года назад стал лучшим в родном чемпионате по показателю полезности, но надо тщательно изучать тот сезон, чтобы понять, насколько это серьезное достижение. Его клуб тогда был одним из сильнейших и дошел до финала. Даже на рынке свободных агентов в России можно найти хоккеистов сильней Альсинга, но Борис смотрит на Европу, так как избавлен от лимита на легионеров. Оли, наверное, сильно удивился, что выбрали именно его. Илья Каблуков продлил отношения с Авангардом на один сезон, и это справедливо, ведь в прошлом чемпионате Илье удалось забить. И последняя бывшая глава Омской области Леонид Полежаев заявил, что Авангард – это не наша команда, а отрезанная ломоть, и в Омск она никогда не вернется. Видимо, после молодежного чемпионата мира новую арену снесут. Он реально руководил регионом? До свидания. Тяжело иногда находить какие-то эмоции, но в принципе, я думаю, ребята стараются, и так что мы сейчас тоже приехали, и будем стараться тоже какой-то нести положительные эмоции в команду, и чтобы только мы добавляли в каждую игру из каждой игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!